Диоксид серы, азота, углерода, хлора, пыли, другие вредные вещества в воздухе способен улавливать этот газоанализатор. Еще в начале 2000-х годов по заказу МЧС его разработали и собрали совместно с преподавателями студенты одной из кафедр Тульского госуниверситета. Автономный экологический метеокомплекс уже успешно опробирован на металлогических предприятиях города. Принцип работы основан на измерении превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе с помощью датчиков. Пока прибор имеет больше учебное назначение, студенты используют его в научных целях. Но разработчики уверены, установка может приносить и практическую пользу. У данной системы есть две функции. Она производит мониторинг экологического состояния атмосферы в городе. И вторая функция – она производит экологический мониторинг состояния полигонов твердых коммунальных отходов. Она точно так же фиксирует выделяющиеся загрязняющие вещества в зависимости от того, какие датчики на какие вещества установлены. Своими наработками будущие экологи делятся с Алексеем Дюмином. Обсудить проект более детально губернатор пригласил студентов в правительство региона. Впервые об установке они рассказали руководителю области во время субботника в конце апреля, который прошел на свалке в Судаково. Сейчас она закрыта, полигон рекультивирует. Но на нем захоронено свыше 200 тысяч тонн отходов. Тульский газоанализатор поможет ситуацию на подобных полигонах контролировать в режиме реального времени, рассказывает Дюмину. А по сети интернет – передавать информацию специалистам. Но проект нуждается в финансировании. Собрать одну станцию стоит от 600 тысяч до миллиона рублей. Из-за отсутствия финансирования все наши занятия заключались в том, что мы получали теоретический результат. А вот практического внедрения не совсем удавалось от того, что это требует определенных затрат. Поддержка приведет к тому, что, во-первых, воздух станет чище, лучше. Под контролем будут полигоны, которые все-таки огромные по размеру, и под землей все это находятся. Проект интересный и своевременный, поддерживает Алексей Дюмин. Президент поручил навести в стране порядок с полигонами. Идет год экологии. Губернатор добавляет, тульская разработка поможет пригодиться для мониторинга ситуации на предприятиях области. Заводы постепенно переходят на новые экологические стандарты по выбросам. Но добровольно делают это пока не все. В качестве эксперимента до конца сентября в Туле установят опытные образцы датчиков тульского газоанализатора. В кратчайшее время надо понять, как работает. И со своей стороны мы можем ваши идеи продвинуть дальше за границей нашего региона. Потому что я думаю, что то, что вы сейчас сказали, заинтересует и моих коллег в других регионах, которые хотят. Эта проблема тоже стоит очень остро. Хочу поблагодарить нашу молодежь за активную позицию. И вы действительно находитесь на правом пути. Но я как губернатор буду немножко этот вопрос контролировать. И чем возможно, буду оказывать вам содействие. А пока Алексей Дюмина дает поручение профильному ведомству разработать программу грантовой поддержки экологических исследований и разработок на уровне областного правительства. В регионе нужно наводить порядок с экологией. Помочь в этом смогут в том числе тульские ученые. Надежда Милехина, Лариса Демина, Роман Тюкин, Первый Тульский.